С чего начиналась мечта? И можно ли ее достичь? Мечта всей моей жизни это полеты. И вот вопрос, можно ли летать? И даже при раке мозга это делать нужно. Что такое рак? Уже не смертельная болезнь, если владеть английским языком. Все лечится, а посмотрев мои сюжеты, можно сказать, что любая форма онкологии лечится на кубе, цена примерно 15 тысяч долларов, ну больше или меньше. В конце концов, можно ради здоровья продать вашу машину. А теперь вопрос, на скольких машинах в качестве пассажира я пролетал. Более 20 машин, более трех вертолетов и один планер. Вот на планере Анатолий Черников дал мне параллете, это был идеал. Есть машины для удовольствия, без перегрузок, но их нет у нас, это реально плохо. Но с чего любовь к авиации возникла? С первого полета, из 1984 года. Именно тогда мы втроем пришли в клуб авиамоделизма. И сразу принялись за ПУЗА. То есть это из разряда опытных авиаторов. ПУЗом считаются пульты радиоуправления. Для ручников, полеты которых в пределах 20 метров. Ручники это кордовики. А в этот момент мы были там, где искусство пилота в работе над планером. Вы не знаете? Но Магнитогорск и в этом на уровне. К слову, вот это управляемые полеты. В отличие от таймерок на резине и на двигателях, их затягивает леером. И в чем суть события? Не в том, что они могут улететь. Но такое случилось и у меня на радио. Они улетают. И если вы увидели в поле самолет, то позвоните по телефону. Вам будут благодарны. Но суть именно в таймере. Он освобождает руль высоты. И после определенного времени машина спускается. И тут вопрос к пилоту. Который леером затягивает планер на высоту восходящих потоков. То есть время, ограниченное регламентом. Но если вы уж круты и знаете место и понимаете, и как и в какое время освободить планер, то понятно, что удовольствие у вас будет идеальным. То есть вы можете стать и первым. Есть у нас и такие. Сдав мастера спорта по кордовому пилотажу, он увлекся планерами. И это замечательно. Теперь у многих возникает вопрос. Но как можно стать таким? Таким реально долго. Но в сумму бэушного смартфона легко. Я не говорю про топ. Но счастье управлять самолетом. И это удовольствие в разы больше, чем тусоваться на этом дебильном телефоне. Собрав, запустить, извините, ремонтировать. И в данном случае можно бороться с энтропией. И это ваши правила. Кто здесь боролся и работал? Мастера – да. Но и мастера, и я в том числе хочу, чтобы лучшее стало реальностью для ребенка. Потому что только в полетах живут самолеты и планера. Научившись, можно и летать. Слава богу, что наш президент сказал, что все российские авиакомпании должны иметь самолеты, зарегистрированные в России. А лучше купленные у нас. А то на флайт-радаре – 24. Над нашей территорией один борт из России. А остальные – бэушные, купленные на Мальдивах. Вредно для нас это с вами, вредно. Так может случиться, что не будет у нас авиапарка как такового. Вот я про что. Да это делать надо. Я бы, конечно, вернулся, но возраст не дал. Но я могу при наличии простой формальности купить электропланер, даже в лизинг. Просто не надо нас тиранить таможней. Мы для детей российских, для детей бывшего СССР, а может и будущего, работаем. Тут немного надо. Мы можем быть и преподавателями. А что касается самолетов настоящих, то давайте уберем таможню. И тогда мы вернем Россию в небо. А то, что получается, я бы с большим удовольствием преподавал для детей в лицее. Были здесь представители оного. Но зачем вы заставляете нас писать? Наше место не в писанине. Наше место в детях, в детях, в детях. Не понимаете, о чем я говорю? Надо понимать. Чем больше их, тем быстрее они будут освобождаться от мира иллюзий в смартфонах. Поэтому в пределах 3 или 7 или 10 тысяч рублей, и это уже радио. Много? Нет. А дальше? Я устал от понтов после 600-го Мерседеса и Линков. За сумму в 50 тысяч долларов в лизинг или в нормальный кредит после годового обучения я могу заделать настоящего пилота. Или в кой-то мере используя асов, коими богат Магнитогорск и вперед. Воле то есть. Хватит нас мусорить. Мы про будущее думаем. Про нашу крылатую Россию. Редактор субтитров А.Семкин